переходим на следующий ряд 3 столбика с накидом и сейчас нам ночь нужно провязать точно так же как и предыдущий ряд то есть вяжем 4 столбика с накидом 2 воздушные петли 4 столбика с накидом 2 воздушные петли и круговой ряд завершаем я за кадром сделаю это переходим на следующий ряд и теперь нам нужно наши вот 4 столбика с накидом разделить на пополам то есть мы вяжем начинаем столбик с накидом воздушная петля то есть между двумя столбиками с накидом у нас будет появляться воздушная петля то есть мы вяжем в 2 воздушные петли как и было у нас а теперь 2 столбика с накидом мы вяжем воздушная петля между вот четырьмя вот такими столбиками вяжем 2 еще 2 здесь две воздушные петли как и было вот 2 столбика с накидом между ними воздушная петля не между ними перед следующими двумя столбиками с накидом 2 воздушные петли вот у нас получается расширяется наше вязание между четырьмя столбиками с накидом перешла я на следующий ряд сейчас нам как предыдущий ряд нужно связать два столбика с накидом воздушная петля то есть повторяем воздушная петля где была одна и где было две вяжем 2 повторить ряд для того чтобы у нас не было резкого расширения 2 воздушные петли там где было две и одна там где была одна столбики с накидами вяжем над столбиками ладно я вяжу 1 и прослеживаем чтобы наш кружочек лежал ровно при переходе на следующий ряд нам нужно связать между всеми столбиками ну по 2 столбика 2 столбика с накидом 2 воздушные петли то есть у нас было в предыдущем ряду 1 2 столбика с накидом 1 воздушный то есть чередовалось 2 петли 1 петля 2 петли 1 петля сейчас нам нужно между каждой парой столбиков с накидами провязать по 2 петли вот вижу там где у нас была одна воздушная петля между вот этими двумя столбиками нам тоже нужно провязать их две таким образом у нас через узор как бы получается опять увеличивается наш круг круг я довязала и получается наше вязание на расширение закончилась теперь нужно вязать уже по прямой но вот в этой модель вот в этой пряжи я сомневаюсь что будет на взрослый размер вот у меня получается диаметр 14 сантиметров и я так полагаю но я смирила конечно вот сантиметром как я обычно меряю вот так вот приложила по кругу и это где-то будет на 40 вот по объему где-то на 46 47 размер то есть это где-то больше для ребенка подойдет наверно но я буду продолжать вязать сейчас по прямой как как вам буду показывать в мастер-классе у меня было связано из другой пряжи допустим вот более толстенькая получается вот элизабелла или какие-то другие они тоже смотрятся очень интересно в таком узоре такая шапочка и уже размер будет больше значительно поэтому вяжите и вот здесь можно провязать вот в этом в этот момент еще один ряд столбики с одним накидом то есть вот у нас один ряд столбиков с накидом можно провязать еще один ряд столбиков с накидом вот таким образом то есть один ряд у нас здесь сейчас давайте я покажу вам на этом примере вот здесь у меня вот получается первый ряд идет просто столбики потом столбики и воздушные петельки пропущены а здесь вот у меня получилось как-то я так связала что у меня вот здесь еще один ряд столбиков с накидом между ними две воздушные петельки схемы к сожалению нет а поэтому я вам точно сказать не могу вот ориентируясь на это то что у меня написано у меня там написано именно вот так как я вам показываю но сейчас давайте продолжаем вязать если вы будете вязать из пряжи потолще то у вас будет размер значительно ну не значительно конечно но уже на взрослый размер или крючок можем взять не один из пять как у меня а полтора-два это кто как вяжет там конечно уже будет и изделие большего размера но я продолжаем сейчас нам нужно связать 3 воздушные петли для перехода на следующий ряд и продолжаем вязание мы провязывая каждый ряд по 2 воздушные петли и два столбика с накидом как мы еще можем расширить с вами вязание вот в данный момент мало ли вот вам совсем немножко нужно пошире мы можем вязать 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом это для расширения изделия также если вы допустим хотите связать изделие чуть чуть менее ажурным мы можем связать три столбика с накидом и две воздушные петли то есть вы понимаете что у нас будет вот это пошире вот эта дорожка и между ними вот эти отверстия будет чуть чуть поменьше сейчас я покажу вам вот к примеру смотрите это у меня полу шерстяная пряжа я вижу маме она на прохладную погоду носит и вот здесь у меня получается три столбика с накидом и 2 воздушные петли вот так ну а мы продолжаем вязать одно и то же две воздушные петли два столбика с накидом 2 воздушные петли 2 столбика с накидом постоянно в каждом ряду ничего не прибавляясь то есть теперь у нас идет тулья что ли она получается у шапочки то есть вот эта боковая часть донышко уже связано и теперь на нужную высоту с помощью примерки конечно же мы вяжем наши изделия ну и встретимся в конце вновь приветствую у вас прошло совсем несколько секунд а у меня несколько часов и шапочка готова так выглядит готовое изделие я очень довольна осталось даже совсем немножко от моточка от клубочка вернее не от моточка которую меня оставался это у меня остался от купальника и провязала я без прибавок 17 рядов с момента как мы вот раздвоили последнюю петельку последние расширение у нас было и таким образом вот такое изделие получается вот такая красивая шапочка которую можно одеть хоть на девчонку хоть на мальчишку любой любой будет думаю нет такого что вот прямо только для девочки вариант на мальчика одеть если вот такую пестренькую шапочку она будет универсально даже по цветам несколько допустим под разную одежду ну и на этом заканчиваем свое видео всем спасибо за внимание делитесь в соц сетях если вам понравился мой мастер-класс на этом прощаюсь желаю всем ровных петелек красивых работ до новой встречи всем пока